Закончу с ним. Алексей, в эфир выходи. Телефон у него, Алексей, сел. Я не знаю, как эти видушки сохранять, потому что там появлялась кнопка, и в общем кнопки нету, так обидно, что эти эфиры не сохраняются. Не знаю, что придумать, как их вытащить. Если кто-то знает, как вытаскивать из прямого эфира это все, пожалуйста, подскажите, потому что у меня что-то не получается. Раньше кнопка очень злой. Алексей, приветствую, еще раз. Прошу прощения, сел телефон. Ага, вот. Ну, вообще рекомендации не меняются, рекомендации те же самые. Мне кажется, это самое действенное, будет для тебя эффективное вопрос. Это, ну, в общем, надо отделиться от всех и просто начать жить их. Самостоятельно. А вот тебя будут выворачивать, денег не бери. Тебе будет плохо, не звони, не жалуйся. Просто, короче, сиди. Если не хочешь ничего делать, если не знаешь, что делать, сядь тогда, сиди, думай. То есть тебе потихоньку вот этот голод эмоциональный, голод финансовый, он тебе подоплет, и ты начнешь двигаться. Потому что сейчас ты зачастую не можешь найти работу только из-за своей гордыни, все. Это эго. Эта работа не пойдет туда, там что-то это. Здесь херово посмотрели. Когда тебе нечего бужать, похуй, что тебе начальник скажет, понимаешь? Ты не будешь пыркаться, пыркаться. Ты будешь сидеть. Я готов на любую работу, Игорь. Вы поймите правильно. Я даже сейчас вот на самом деле, не то, что даже, да, я пошел, как бы, работать таксистом, да, работал изначально, как бы, когда я работал в отряде особого назначения, да, ну, было все нормально. После моего увольнения, как бы, оттуда, у меня пошел крах. Вообще, по сути работы, крах пошел. Потом я начал работать персональным водителем, телохранителем и все тому подобное, как бы. И дальше этой профессии я вот сейчас уже, вот я сколько там отработал, да, с 13-го года, я себя не вижу нигде. Я не могу себя найти там в каких-то там, грубо говоря, офисных работниках, где-то там еще. Вот я не могу себя найти, кроме вот того, что я умею делать, да. Я умею крутить баранку, умею охранять людей. Меня это уже, ну, честно говоря, достало. Я хочу развиваться, я хочу идти дальше. Я вот на данный момент я уже действительно хочу. Я хочу стать предпринимателем. Либо, ну, как бы, горький опыт уже у меня был в этом плане, но хочется, как бы, идти дальше, развиваться в этом плане. Но у меня почему-то вот сейчас вот стопорит все вот то, что бы, за что бы я ни взялся. Вот те же таксисты, да, я пошел в контору работать в определенную, да, там были условия 50 на 50. Делал хорошие суммы, да, вот, за сутки. Зарабатывал тупо 700 рублей. Ко мне не идут, вот, как бы, денежные средства ко мне не идут. Я выкладываюсь, я работаю, я не халтурю, ничего. Я просто тупо работаю. Ко мне не идут эти деньги. Сейчас я вот пытаюсь взять машину, как бы, в аренду, да, там, арендовать машину, и работать уже, как бы, в этой стези, в таксистной, да, и тупо на себя. Блин, ко мне не идет машина. То есть, я уже жду ее неделю. Мне человек сказал, завтра-завтра, а уже прошло неделя. У него там что-то не получается, и, как бы, ко мне это ничего не идет. Я не знаю, с чем это связано, как, как бы, сопоставить вот эти все моменты, почему ко мне это ничего не идет, почему ко мне не идет работа, почему ко мне не идут деньги, почему я вот хочу, как бы, заняться личным, как бы, каким-то делом, предпринимательством, да, там, каким-то, а ко мне это не идет. Чтобы там начать какое-то действие, да, там, нужны деньги, чтобы вложиться на оборудование, на аппаратуру какую-то, чтобы там продвинуть себя, да, нужны деньги. Чтобы их заработать, нужна работа. Правильно? Ничего этого не получается. Хочу пойти на работу, не берут, потому что у меня там чего-то нету, грубо говоря, да. Хочу найти то, то, что чего нет, у меня нету работы. Грубо говоря, пришел я в компанию такси Яндекс, наверное, вы слышали, да, у вас в Астане, наверное, есть такая, да, служба такси. Вот. У меня есть открытое ИП, вот, но есть небольшая задолженность по ней, по ИП, по налогам. Вот. Хочу, как бы, заплатить эти налоги, но нету работы. Я им говорю, дайте мне работу, чтобы я заплатил эти налоги. Они говорят, мы не можем тебе дать эту работу, потому что у тебя висят налоги. И это замкнутый круг, просто какой-то замкнутый круг, я не знаю уже, что делать. Я, как бы, обращался к нашему общему знакомому, да, там, советовал, как бы, ну, многое изменить. Да, я многое пересмотрел с помощью этого человека, да. Вот. Я смотрел ваши видео, я писал целый месяц этих 10 целей, да, там, не получалось ежедневно, да, там, но в течение, там, трех дней я, как бы, прописывал эти все цели. Да, у меня изменились полностью цели с момента первого написания. Первого, там, первых десяти написаний изменились полностью, и они потом шли конкретно, идентичные все. То, что я поставил себе этих 10 целей. Я, как бы, иду к этим целям, но, чтобы прийти к этим целям, мне нужно что-то сделать. А что сделать, я не понимаю. Я знаю, что мне нужно, я знаю, что мне нужно пойти, как бы, работать, я знаю, что мне нужно двигаться в плане того, то, что, чтобы найти финансовые какие-то свои возможности, чтобы сделать эти 10 целей. Но нету понимания того, как это сделать, как найти ту нишу, либо пойти на какую-то такую работу, чтобы у меня это все начало получаться. Я очень тяжелый человек, да, в плане вот именно этого момента. Вот, в плане общения, в плане, как бы, развития, я легкий человек, я легкий на подъем, я готов идти на любую авантюру. Я сходил в такую авантюру, где я должен уже 6 миллионов рублей. Я сходил на эту авантюру. Меня жизнь научила этому, то, что не стоит туда лезть, куда тебе, как бы, не следует. И сейчас, вот, я не знаю, что мне, как бы, как вот предпринять, там, себя именно в тех моментах, чтобы все это наладить, чтобы устаканить, чтобы сделать равновесие в своей жизни. Я не знаю, как мне поступать дальше. Готов? Готов. Я тебе скажу, просто не думай, зачем это делать, просто делай, хорошо? Договорились? Договорились. Договорились. Ты находишь письма прощения в Ютубе. Я смотрел это видео, да. Прямо берешь и пишешь 40 дней. Это первое. Каждый день, сейчас все равно тебе делать нечего, можешь вечером, можешь весь день писать, короче, пишешь каждый день. Это первое. Второе. Один раз в день ты выходишь на улицу, подходишь к людям и просишь у них денег. Мне... Ты говоришь, здравствуйте, дай тебе денег. Это делаешь тоже в течение 40 дней. Тебе нужно собрать 100 рублей, минимальная сумма, и 100 рублей ты отдаешь. Все, что больше ты возьмешь, допустим, тебе 5000 рублей дали, ты себе оставляешь там, сколько это там, 4900. 4900, а 100 рублей отдают. А 100 рублей ты отдаешь. Это ты делаешь один раз в день в течение 40 дней. Окей? В течение 40 дней. Не к знакомым, не к знакомым людям. На улице, прохожим, просто, здравствуйте, дайте денег. И каждый день ты делаешь это до результата. До какого? До 100 рублей. 100 рублей взял, 100 рублей отдал. Угу. Окей? Ага. Потом ты научишься это делать легко и больше. Но сначала, в общем, не каждый день охота этим заниматься, но ты должен себя заставить. У нас такой народ, как бы... Я в Москве собирал деньги, дают, не переживай. Нет, я имею в виду то, что, как бы, конфликтные ситуации не возникали. Я просто конфликтный человек. Ты сразу жопу на себя притягиваешь. Да? Хорошо? Да. Подходишь, тебе дают, дали, дали, не дали, пошел, все. Нахуй послали, пошел, нахуй, все. Ну, то есть, молча, беззять, конфликты. Угу. Я понял. Деньги. Это ты 40 дней собираешь. 40 дней ты слушаешь прощение денег. Каждый день. Я это делал, да. Ага. Я делал. Я проговариваю. Я проговариваю это, это, как бы, проговариваю вместе с вашим видео, за вами повторяю. Угу. Вот. Ты делай это хотя бы один раз в день, но первые 2-3 недели поделай три раза в день. Да, если у тебя сейчас времени нет, просто слушай. И через 40 дней я тебя прошу, ну, примерно, когда это закончится, выйди даже в эфир, расскажи, что у тебя в жизни произошло. Не вопрос, не вопрос, не вопрос. По-честному только. Произошло хорошее, хорошее, говоришь, произошло плохое, плохое. Если это было полезно, говоришь, полезно, бесполезно, говоришь, это все, хуня, там, бесполезно. То есть, любой результат, но ты тут должен быть тут честным. Ты должен делать это ежедневно. Один день пропустил заново. То есть, 39-й день. Да, 39-й день не собрал заново. И эти 40 дней должны быть, пусть они могут быть день в день, да, а могут быть, там, через день, через два, но они должны составлять 40 дней. Да, непрерывно. Непрерывно. Ты должен эти задания выполнять в течение 40 дней непрерывно. И если ты скажешь, что это все, короче, давно и ничего не произошло, то я пересмотрю, наверное, многие вещи в этой жизни. Но все это делали. Я не думаю, я не думаю, что, как бы, по вашим действиям люди ведь все равно делают это, да, там, и наш знакомый это делал, как бы, да, у него произошло изменение. Потому что у всех произошло. Да, и другие люди, мои знакомые даже, которые я попросил на вас подписаться и посмотреть, что вы, как бы, говорите, там, по прощению, как бы, по письмам, там, по прощению денег. Я, у меня, у моих знакомых большие тоже трудности с финансами, да, там, вот, и мне наш общий знакомый посоветовал, как бы, вас посмотреть. И я первый, в первый же день, когда я включил, там, YouTube, да, там, и нашел сразу именно, там, вас, да, вот, и первое то, что мне видео попалось, это прощение денег. Вот. Вот. И я начал это смотреть. Я скинул ссылки всем своим знакомым, у которых, у которых какие-то, там, ну, проблемы финансовые, да, там, они, у меня знакомая даже, она просто, не то, что 40 дней это делала, да, там, она сделал 10 дней. Она писала ежедневно, письма, прощения, 10 дней. Ничего у нее не произошло, ни хорошего, ни плохого, все точно так же, как было. Я говорю, ну, там же сказано, 40 дней нужно делать это. Она говорит, ну, ты представляешь, сколько это затрата времени и все тому подобное. Я говорю, ну, правильно, ты, как бы, затрачиваешь свое время на то, то, что тебе нужно. Если ты не хочешь тратить на это время, ну, значит, оставь, как есть. Ну, да, да. Смотри, если человеку кажется, что 40 дней это много, а говно с собой таскать 40 лет это недолго, то есть, это же такой сброс, то есть, за 40 дней ты сбрасываешь все, что ты с собой носил, и идешь потом легким. Поэтому 40 лет ты жил с этим дерьмом, это же было нормально, это разве недолго? Да. Что такое 40 дней, 40 лет, да, то есть, поэтому это надо сбрасывать, и будет легко. Поэтому эти задания просто сделай, потому что, я так понял, человек военный, ты четкий алгоритм, тебе надо просто объяснить, ты будешь делать. Да. Просто сделай и понаблюдай. Сколько будет предложения о работе, то есть, выбирай. Еще я тебе порекомендую просто одним глазом в качестве бреда послушать бизнес-молодость, ладно? Я хочу пойти на это обучение, пойти на эту школу, но она как бы не дешево стоит, вот как бы хочу заработать на это деньги. Я тебе сейчас объясню, 40 дней вот это поделай, ты насобираешь на их семинар. Да? Да, ты можешь в день собирать, я тебе сейчас среднюю скорость сказать, тысячу рублей в час можно собирать в Москве, минимум. Насколько тебе работать? Не надо. Минимум. Тысячу рублей в час можно собирать в Москве очень легко. Если ты не вешаешь на деньги... 10-10 часов, это 10 тысяч, ну так в принципе нормально вылазит. То есть, если не нарушать трудовое законодательство, то 8 тысяч рублей в сутки можно собирать ни в Москве. Офигеть. Холодно. То есть, ты на тренинг по-любому себе можешь собрать. Я вообще охренел. Не то, что на тренинг, я хочу пойти к ним учиться. Ну иди, иди на тренинг, иди учись, что хочешь делай, иди. Но я тебе так скажу, я не понимаю людей, которые в Москве сидят и говорят, что у них нет денег. Я, бля, охреневаю, сколько там бабла, сколько там людей. Дыши глубоко. Вы просто к этому привыкаете и вы зашоренные, да? Ты выйдь за МКАД, поживи три дня и обратно приедешь и просто авто ездишь. Я жил неделю в Кирове, Кировской области. Как бы, да, там жизнь не плещет красками. Поэтому просто... Несколько дней в Пензе тоже жизнь красками не плещет. Ну, я там жил... В Кирове я жил по своим, как бы, действиям, да? Там пытался сделать бизнес. В Пензе я жил по указанию своего руководителя, да? Там, и причем на свои деньги, как бы, не те, которые он мне платил, а то, что где-то пытался сэкономить, где-то что-то сделал. На эти деньги я там жил, да. Тебе деньги вообще не нужны, да? Я смотрю. Да мне деньги вообще не нужны. Давай так. Ты все, что я тебе сказал, да? Ты делаешь с максимальным упорством и фатально. Ты вот сделай так, как будто если ты этого не сделаешь, ты просто умрешь. Прямо просто на максимальное количество и максимальное ты вкладываешь свое упорство, силу, настойчивость. Просто сделай, и все. И через 40 дней ты постучись, и мы будем. Один вопрос. У меня вот по поводу писем прощения. Как трактовать? Там все, ты, короче, говоришь, я имя прощаю тебя, имя за то, что ты, мудак, меня там, блядь, кинул. А, имя, кинул, короче, обращаясь к кому-то. Ты говоришь ему, там, ну, там видео посмотришь, в общем, ты можешь матом прям просто это все выдать и все. Это, да, это, это, это я умею. Две-три недели это просто агрессия выходит. Ну, вот первые там дни, особенно, очень много негатива и агрессии. Эти письма, когда ты будешь сжечь на улице, потом они будут вонять еще говном первые. Ты офигеешь, насколько дым едкий и вот, ну, говняный. Когда уже где-то на 15-20 день потихоньку начинают отпускать, и письма горят легко, и нету этого дыма, и его нет. Поэтому первые письма, ты можешь прям все это туда... А можно в одном письме ко всем обращение делать? Нет, ты, в общем, там этот, ты зайди, видео посмотри. Я понял, каждому человеку свое письмо. Да, каждый день всем. Я понял. Я думаю, на этом, наверное, наша встреча завершена. Я уже тоже спать пойду, у нас уже час ночи. Через 40 дней, где-то примерно, я тебя жду. Ладно, ты там... Добро. Слушайте, потом в эфире говори, и ты выйдешь, скажешь свои впечатления. Я в директ напишу тогда, что я готов. Я готов, я исполнил все то, что нужно было. Все, супер. Все, хорошо, Игорь. Благодарю тебя прям вообще от всей души. Честно тебе скажу, что ты вот сейчас вот на самом деле вот немножко открыл мне глаза вот на всю вот эту вот сущность всего моей жизни. Всю сущность моей жизни. В общем, желаю тебе удачи. Давай. Пока держись, в общем, просто сделай, ладно? Давай. Все, добро, добро. Все, удачи. Спасибо. Давай. В общем, дорогие друзья, на этом, наверное, все. Всем большое спасибо, что вы были со мной до часу ночи. Завтра, если я смогу, я еще сделаю эфир. Если нет, то, может быть, скорее всего, послезавтра. Я не знаю, пост писать буду или нет, я не смогу. Скорее всего, у меня косноязычие, я напишу. Ну, в общем, ему понравилось. Я думаю, это будет такой пост. Пусть он сам выйдет в эфир и расскажет. Я думаю, это будет всем интересно. В общем, давайте, друзья, пока. Всем удачи, спокойной ночи. Завтра будет мастер-класс. В Алматы. А, не завтра, послезавтра будет мастер-класс. Будет, в общем, проходить. Давайте, пока-пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok